С каждым годом в Казани остается все меньше незастроенных территорий. Демография растет, а качество жизни улучшается. Сейчас мы находимся на земле, где уже в ближайшем будущем расцветет новый мини-городок. Согласно генплану 2040, основная часть территории между фермой 2, березовой рощей и микрорайоном М14 будет застроена. Свогубная численность предполагаемого населения нового жилого массива сопоставима со всем Лаишевским районом. Сейчас проект межевания территории проходит согласование, а работы завершат до конца ноября. По информации с полкома Казани, концепцию дорабатывает Институт развития города. Ключевой его целью является сохранение большинства зеленых насаждений с учетом текущей градостроительной ситуации. При этом ранее заложенные технико-экономические показатели также сохранят. По плану планируется постройка трех жилых массивов. Два из них, я бы сказал, строятся в такой более пустой от застройки территории. Это бывшая сельскохозяйственная территория. А другая территория наиболее интересна. Она находится на верхней террасе перед Нижним кабаном, на которой исторически располагалась так называемая ферма 2. Это аграрный университет, то есть это комплекс исторических зданий. Там же также сохранился ландшафтный парк. И эта территория, конечно, заслуживает наибольшего внимания с точки зрения архитектуры и тех объектов, которые там будут построены. Жилая застройка 13 жилых домов бизнеса и комфорт-класса на 9 тысяч жителей. Высотность от 5 до 23 этажей. В планах построить и 16-этажное общежитие для аграрного университета. Такое соседство возможно, скажется на профиле школы. Она пока планируется с профильным аграрным уклоном. Ну и, конечно, самое слабое место для развития нового жилья близ Кабана – транспортная инфраструктура. Сейчас территорию обслуживает лишь двухполосная улица Рауиса-Гореева, прилегающая к жилой застройке и фермское шоссе. Общественный транспорт здесь входит только до конечной остановки фермы 2, от которой идти пешком еще около километра. Планируется ряд развязок новых улиц, которые между собой соединят эти кварталы. Сама по себе территория, она достаточно близка к центру города. Я думаю, она будет интересна для жителей. Считается, что это направление самое незагруженное среди всех направлений Казани. Ключевой вопрос – сколько будет стоить новое жилье в районе РКБ и на ферме 2? Это хоть и окраина Казани, но дешево здесь может быть только на первом этапе, пока за жилой застройкой поспеют садики, школы и дороги. Остается только ждать и наблюдать. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.